Хочется связаться с нашей гостьей. Напоминаю, что на связи с нами начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями Дружбы Народов, Дома Дружбы Народов, Гульчера Закиреева. Гульчера, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады, что вы все-таки слышите нас, а мы вас. Итак, мы знаем, что запускается отборочный тур республиканского фестиваля конкурса. Что за конкурс, кто участвует, расскажите-ка нам подробнее, скорее. Доброе утро всем крымчанам. Желаю сотрудники Дома Дружбы Народов в республике Крым. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, мы видим активную деятельность. Это, естественно, все происходит дистанционно, онлайн. Мы проводим конференции, онлайн, круглые столы, конкурсы. И об одном из них я хотела бы вам сегодня рассказать. Мы запускаем конкурс, фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры «Крымнафильяре». Это крымские мотивы в переводе означает. Самое главное в нашем конкурсе – это сохранение самобытности и неповторенности крымско-татарской национальной культуры. Мы приглашаем к участию в нашем конкурсе всех желающих, без ограничения. Нонимации в нашем конкурсе – это хореография, народный танец, номера, созданные на основе народного танца, народный сценический танец, эстрадный танец, то есть это стилизация народных танцев. А также у нас будет номинация вокал, народная песня, эстрадная песня. Так все-таки вы сказали «приглашаем». Всех ограничений нет, но какие-то же ограничения есть. Кто принимает? Кому приглашаете? Мы приглашаем всех талантливых, неравнодушных, своей национальной культуре людей, знающих язык, знающих фольклор. И самое главное – стремяющихся сохранить и развивать свою культуру. У нас действительно нет ограничений для участников. То есть любой возраст, да? Любого возраста. То есть и старый млад может поучаствовать, да? И что для этого нужно сделать? Какую-то заявку подать или как? Участников. Мы приглашаем всех возрастов. У нас предусмотрены такие категории возрастные, как младшие, средние, старшие, взрослые. То есть, повторюсь, у нас нет ограничений в возрасте. А принять участие в нашем конкурсе можно следующим образом. На официальном сайте Дома дружбы народов находится положение о конкурсе, с которым необходимо ознакомиться. И прикрепленному в этом положении бланку заявки нужно, вернее, нужно его заполнить и направить нам на электронный адрес, который укажен в положении. Я его могу озвучить. Это ddnt.ru, наш официальный сайт. Отправив бланк заявки, вы можете также прикрепить сразу же видеоматериал, свою работу, и отправить нам компетентное жюри рассмотрит вашу работу. Кстати, заявки принимаются до 30 июня. И уже до 30 июля будут известны результаты. Самое главное, что хочу сказать, что финалисты, победители нашего конкурса смогут принять участие в зале концерта, который мы очень надеемся, мы оцениваем, что он состоится в августе в городе Сиферополе. И, думаю, это будет большой праздничный концерт, казнь, конца татарской культуры. Ульчера, еще один вопрос. Вам уже начался ведь сбор заявок, подают участники свои номера. Уже кто-то есть, кто запомнился? Интересный, необычный, самый молодой, самый... Озорной. Озорной. Какие уже заявки были? Конкурс мы объявили буквально несколько дней назад. Видимо, сейчас еще идет подготовка. Ведь технически не каждый может быстро это сделать. Стоит отправить видеоматериал. Заявка пока есть только одна. Ну, я надеюсь, что все подготовятся и примут участие в нашем конкурсе. У нас опыт проведения конкурсов очень богатый. Мы ежегодно проводим множество конкурсов. И участников у нас всегда предостаточно. Единственный пример. Мы проводили в городе Феодоксия фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры. Участников у нас было более 120 человек. Это только, я имею в виду, количество заявок на участие. А если говорить о том, что в каждом коллективе как минимум 20 человек, то представляете, какое количество участников фестиваля у нас было. Я надеюсь, что и в этом году состоится этот фестиваль. Онлайн-конкурс. Это также на сегодня возможно. Мы ждем заявки, мы приглашаем. Я думаю, это будет очень интересно. И самое главное, это сохранение нашей культуры. Спасибо вам большое. Все это согласны. Спасибо. Желаем успехов. Уверены, что вот эти пару дней, которые участники взяли на раскачку, уже прекратились. И вот сейчас начнется поток заявок на вашу почту. Желаем вам успешного проведения фестиваля-конкурса. Спасибо. Да, и напоминаем, что на связи была начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с общественными организациями Дома дружбы народов в Гульчаре Зекирьянова.